Друзья, приветствую! Сергей из Питера передал очередные образцы масла Матюль 300В Power 540 из аудио. Здесь, как вы видите, баночки 2020-2021 года, свежие, значит, три образца. Видео уже одно было с этим. Ну и давайте посмотрим образцы с разных пробегов, с разной средней скоростью, подчеркиваю, это ключевой момент интересный. Ну и давайте посмотрим, как себя ведут. Значит, первым делом проверю. Эталон уже создан, видео было. Значит, первым делом проверю образец 2020 года. Видите, подписано. Это ауди, двухлитровая, TFSI, 224 сила. Ну, пробег примерно. Смотрите, противоизносных присадок 81%, два сажи, 3,75 кислотная, 6,1 щелочная. То есть, ну, в общем, масло еще живое, есть запасик определенный, гликоля нет. Так, в общем-то, по результатам все нормально. Ну, и невысокий такой пробег, ну, небольшой пробег, 127 мот часов всего. Средняя скорость 35,5 кислотная, так, ну, и используемое топливо, вы видите, да? В конце я покажу, значит, ресурс, оценку, и можно будет сравнить, наглядно будет видно, как масло ведет себя в этом горячем, нагруженном турбомоторе бензиновом. Сейчас покажу вам, значит, изменение вязкости данного масла. Так, закладываю свежее отработку. И вот, поехали. Да, смотрите, видно, масло загущается. Загущение это у нас превышение рабочей температуры в камере сгорания, то есть, скорее всего, недостаточно топлива. Возможно, здесь, я так понимаю, что много трассы 35,5, это высокая скорость. Много на этом пробеге было трассы, и, возможно, что именно на оборотах не хватает немного мотору топлива. Здесь мы разговаривали с Сергеем, скорее всего, это связано с ТНВД. Так, следующий образец у него завалялся в гараже. Этот образец 22-го года. Смотрите, совсем маленький тут пробег, 85 мот часов, 2061 километр. И здесь вот такая картина, 64% по противоизносным присадкам. Так, сажи чуть поменьше, да, ну, значит, 361 кислотное и 6,1 щелочное. Ну, тоже масло, в общем-то, пока еще живое. Ну, здесь вообще, значит, слишком маленький пробег для какого-то ресурса, потому что, ну, для оценки какого-то ресурса, потому что здесь велико влияние несливаемого остатка. То есть оно могло перемешаться с прошлым маслом, ну, и сразу уже на свежее повлиять. То есть, как правило, образцы с маленьким пробегом показывают хуже результат. Так, интересно, что здесь с вязкостью произошло. Да, средняя скорость здесь 24,2, самая низкая из всех трех образцов. Ну, средняя, как посчитано, через, значит, километраж и моточасы. Километраж поделен на моточасы. Так, закладываю этот образец. Ну, а здесь, смотрите, в общем-то, практически неизменно. Ну, не знаю, можно даже сказать, что легкое-легкое такое разжижение. Ну, буквально, там, может, я не знаю, там, процент один. Ну, практически, практически неизменно. Но здесь, видите, короткий пробег. Это, скорее всего, городской. Возможно, что здесь конденсат повлиял, который, ну, при городской езде, которого больше, он не выпаривается. Так, ну, и третий образец. Это свежий образец. Этот образец слит в апреле 2022 года. Вот, видите, написано, да. И средняя скорость, опять же, чуть выше, 24,6. Тут уже пробег. 167 моточасов. 4277. Масло, вы видите, стандарт превосходит все спортивные стандарты. Да, здесь 60% о противоизносной присадке. Сажи 0,03. Ну, здесь уже нарастает, значит, кислотное. 4,16. И, видите, уже прибито щелочное. 4,5. Здесь практически уже в масле нет запаса. Вот по двум параметрам. Тут уже желтое поле. Ну, как по противоизносным, это корректно. Хотя, тут тоже такой момент, что прибор оценивает классический ZDDP, фосфор-цинк. А здесь, в этом масле, очень высокий уровень эстеров. Поэтому, тоже на этот параметр я бы не стал сильный акцент делать, потому что здесь основная защита, на мой взгляд, все-таки от эстеров. Они дают более толстую пленку, более прочную, в несколько раз более прочную. Так, и давайте посмотрим, что произошло с вязкостью данного образца. Так, да, и здесь та же самая ситуация. То есть, на каком-то пробеге масло в любом случае загущается, мотор загущает масло. Все-таки здесь есть вопрос к температуре камеры сгорания. То есть, здесь повышенная температура, естественно, она и ускоряет деградацию масла, однозначно. Да, не забывайте отметить видео, палец вверх, подписаться. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, так не пропустите новое видео. Вот, и сейчас давайте покажу вам оценки ресурса. Так, значит, смотрите, первый образец 20-го года. Оценка ресурса 7800 километров, 222 моточаса. Но здесь самая высокая скорость, 35,5, 35,54 даже. Так посчитать, много трассы. То есть, 220 моточасов в этом двигателе таком нагруженном. Следующий образец, это у нас 85 моточасов. Здесь, посмотрите, самая низкая скорость 24,24, 155. Здесь преимущественно городская. Ну, я так понимаю, что трассовая езда в основном на невысоких оборотах. Таких, как бы, здесь автомат, и он, как бы, более щадящий. Значит, я так понимаю, что настройка пытается на минимальных оборотах ехать. Так, и третий образец. Это у нас 25,6. Последний 167 моточасов. И прогноз 178. Посмотрите, прямая зависимость просто вот от скорости. И, значит, прогнозируемый прогноз. Первый образец, самая высокая скорость. Самый большой прогноз по моторесурсу. Ну, не настолько высокая, чтобы она уже убивала масло. Второй, значит, образец, скорость самая низкая, 155 моточасов. И третий образец, такая, средняя между ними. Ну, ближе к низкой, конечно. И тут тоже, как видите, по моточасам 178. Ну, значит, однозначно, конечно, это мотор. Масло отличное. Оно обеспечивает, значит, шикарную защиту для, ну, в основном, для таких гоночных. Даже в описании к маслу от производителя, в описании можете посмотреть. Там указано, что, значит, назначение масла короткие гоночные, там, заезды. Ну, такое. То есть, по-хорошему его надо менять. Скорее всего, из-за того, что вот эстеры высокий уровень, они и так, у них, как бы, такая повышенная кислотная среда. Ну, и, скорее всего, они окисляются быстрее. Ну, это мое предположение, могу ошибаться. Вот, ну, такое. Сами, сами можете для себя оценить. Вот такие получились тесты. Благодарю Сергея за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Пока.